В Москву сегодня Симферополь доставит мощи святителя Луки. В течение недели святыня будет находиться в Донском монастыре столицы, а в следующую пятницу ее на пять дней перенесут в храм живоначальной Троицы в Останкине. Святитель Лука, которого в миру звали Валентином Войно-Ясенецким, стал одним из самых почитаемых святых, живших в 20 веке. Будучи одаренным хирургом, он проводил уникальные операции на сердце, почках и глазах, и специально для этого изобрел местную анестезию, которая спасла тысячи жизней и сделала его известным во всем мире. В результате репрессии ученый, одновременно служивший священником, 11 лет провел в ссылке и был канонизирован лишь в 2000 году. Верующие обращаются к святому с молитвами о здравии и помощи в болезни. Поклониться мощам желающие смогут ежедневно с 7 утра до 9 вечера. Сегодня доступ к реликвии откроют в 17.00. Вообще, принесение святынь в столицу обычно запоминается большими очередями. В частности, ковчег с мощами святителя Луки привозили в Москву два года назад. Кроме того, в городе побывали и другие. В июле прошлого года тысячи паломников из разных стран выстроились в очереди, чтобы поклониться мощам Николая Чудотворца. А в 15-м году в храм Георгия Победоносца на поклонной горе всего на несколько дней из Афона была доставлена десница московского покровителя. Но, пожалуй, больше всего паломников пришло 4 года назад к храму Христа Спасителя, куда привезли дары болхов. Тогда очередь растянулась на несколько километров, а людям приходилось ждать на морозе по 7 часов.